Итоги реализации стратегии духовно-нравственного воспитания детей в Тверской области в минувшем году и задачи на предстоящий трехлетний период рассмотрены на заседании регионального правительства, которое 22 марта провел губернатор Игорь Руденя. В минувшем году в рамках реализации стратегии было проведено порядка 650 мероприятий, в которых приняли участие свыше 240 тысяч человек. В числе ключевых празднование 800-летия со дня рождения князя Александра Невского, 500-летие обретения мощей Макария Калязинского и другие события, так или иначе затронувшие православную тематику. Это вполне естественно для такого древнего региона, как Тверская земля. Мы можем по-разному относиться к воспитанию, к традиционным ценностям, но в нашей регионе мы говорим о христианских ценностях, которые были из веков, то есть на протяжении уже тысячелетия. Стратегия включает в себя большой блок, посвященный гражданско-патриотическому воспитанию. В него входят семь проектов. Так были проведены акции «Россия, Крым, Донбасс», «За Россию, за Победу», «Автопробег ко Дню Победы». Другие важные направления – популяризация среди молодежи семейных ценностей, уважение к физическому труду, пропаганда спорта и здорового образа жизни. При этом важно, чтобы все это проводилось на современном уровне, чтобы было интересно подрастающему поколению. Для этого очень важно понимать его менталитет. Их взгляды, их позиции, их вообще отношение к событиям, которые происходят. То есть действительно контекст, вот социо-культурный контекст сегодня очень динамично меняется. И мы знаем об этих вызовах, и мы должны очень чётко, очень чётко замерять и понимать, что происходит с нашим растущим человеком вот в этих вызовах. Одним из вызовов последнего десятилетия является информация из интернета, которая представляет зачастую опасность для только формирующейся психики детей и подростков. Для противодействия этому в Тверской области организованы курсы «Фейк. Найти и обезвредить», «Киберволонтёр», «Цифровая гигиена и работа с большими данными», которые позволяют проводить просветительские мероприятия по информационной грамотности, а также семинары-практикумы по развитию науков определения фейковой информации. Очень много сейчас в цифровой среде той информации, которая подрывает ценности патриотизма, гражданственности, толерантности, и она несомненно влияет на сознание подрастающего поколения. Подводя итоги рассмотрения этого вопроса, глава региона подчеркнул, за прошедшие годы, а особенно в текущем году, из-за кардинально изменившейся ситуации в мире роль духовно-нравственного воспитания детей и молодежи многократно возросла. Ведь сейчас мы все сталкиваемся с беспрецедентным давлением, агрессивной пропагандой со стороны Запада. Это снятие вопросов, которые проповедуются Западом, как изменение нашей традиционной национальной культуры. В том части, собственно, и это продвижение тем, которые связаны с употреблением наркотиков. Это то, что разрушает систему наших ценностей, то, что неприемлемо для российского человека. Среди ключевых задач, которые будут реализованы в рамках стратегии в ближайшие три года в Тверской области, консолидация усилий в вопросах сохранения и укрепления общепризнанных российских ценностей, духовно-нравственное воспитание детей на основе историко-культурного наследия региона, развитие гражданской и социальной активности, а также укрепление института семьи.